Здравствуйте, эфир Лайф-студии продолжает Елена Ротарий. И сегодня мы будем обсуждать голосование в Раду общественного контроля при ДБР. Чего ждать? Гости нашего эфира Александр Ребец, адвокат Игорь Трофимчук, отец погибшего в пожаре на Троицкой, и также юрист. Сегодня нашим телезрителям и гостям студии, я с этого бы хотела начать, мы задаем вопрос о том, насколько и почему нужно контролировать работу Государственного бюро расследования. Игорь, с вас начнем. Вы знаете, наверное, весьма символично, что мы в этот день, именно 1 июня, обсуждаем эту тему, День защиты детей. Хотелось бы, находясь в студии, поздравить и всех детей, и всех взрослых, функции которых входит защита детей. И дело в том, что мне так кажется, что, во всяком случае, я собираюсь идти и участвую в этом конкурсе, в принципе, только ради того, чтобы именно защищать детей на том горьком опыте, через который я прошел. Саш, по твоему мнению, вот насколько нужно сегодня контролировать работу ГБР? Ну, для меня это риторический вопрос. Контролировать работу государственных органов сегодня нужно. Только так они действуют исключительно по закону. Несмотря на то, что там очень много хороших специалистов, но мы же сами понимаем, что даже если взять предприятие, то за бухгалтером всегда нужно следить. Должна быть ревизионная комиссия, которая смотрит, как он правильно или неправильно считает деньги. Точно так же и здесь. Просто у нас еще такая с прошлой страны осталась, что вот если там полиция, там есть суды, прокуроры, они как бы это как бы каста неприкасаемых, то сегодня совсем другая уже ситуация. И, в принципе, за счет того, что общество, в принципе, начинает следить за их работой и иногда заставлять делать то, что они должны делать, это, конечно, положительно. При этом орган, это Совет общественного контроля, он там не может влиять конкретно на следователя в определенных делах, но контролировать, следить за общей работой, конечно, может. Звонить и задавать свои вопросы можно по телефону 726-3326. Я отмечу, что Александр и Игорь сегодня являются претендентами на место в Совет общественного контроля при ДБР. И там больше 80 участников и одесситов. Я так понимаю, что около трех, ну, тех, кого я знаю, вот в списке я увидела еще Максима Болдина. С сегодняшнего дня началось голосование, оно будет проходить на протяжении суток, в два часа оно началось, и на 14-й минуте, как Игорь уже писал на своей странице в Фейсбук, сайт ГБР фактически завис. Не считаете ли вы, что, ну, либо это так столько претендентов голосовать, либо это какая-то специальная такая ситуация с зависанием сайта? Ну, вы знаете, как бы тот, кто очень старается и все-таки умудряется проголосовать, я думаю, что все-таки это связано с тем, что каждый из 86 кандидатов предварительно попросил всех своих знакомых, друзей и клиентов для того, чтобы они проголосовали. И я думаю, что, ну, я не исключаю того факта, что в 14.00 подавляющее большинство из этих людей одновременно зашло на сайт, чем его фактически перезагрузило. На 14-й минуте действительно один из моих хороших знакомых первым проголосовал. Вот, и он тут же написал, что я проголосовал, это было в 14.14. Мне удалось в 14.22. То есть у меня ушло больше времени. Он постоянно подвисал, но тем не менее я убедился, что вот из того, с кем я разговаривал, разговаривал, что с телефонов проголосовать не могут. То есть ресурса интернета не хватает для того, чтобы проголосовать по интернету, который есть в телефоне. А вот по Wi-Fi это намного проще, намного проще. Александр, все ли твои знакомые смогли проголосовать сегодня? И как состоит у вас? Хочу просто там поделиться. Это не первое голосование, в котором я участвую. В октябре тоже был конкурс, такой же в этот же совет. И в принципе за сутки за меня проголосовало больше 2300 человек. Сегодня за 4-5 часов проголосовало за всех абсолютно по всей Украине. А мы уже говорили, что больше 80. Не-не-не, всего-всего, вот я перед эфиром смотрел, 2200, 2300, это абсолютно за все, за всех участников. То есть понятно, что система виснет, система висла уже в самом начале, как только я пытался в 14.00 туда заходить, она уже легла. Да, практически, ну очень много моих знакомых пишут, ну что ж такое, как бы нужно терпение, действительно нужно обновлять, обновлять, обновлять. Конечно, это ненормально, потому что сейчас будет проверяться не количество приверженцев твоих, кто за тебя голосует, а именно тех, кто там максимально стойко, терпимо готов голосовать. При этом, действительно, мы не исключаем, что есть определенная проблематика, и кто-то, возможно, сидит с многими карточками и пытается голосовать за кого-то. Я не хочу говорить конкретно за этот случай, но в прошлом голосовании об этом говорил сам директор ДБР, что 13 человек практически, там, есть подозрение, что были какие-то накрутки. Я говорю исключительно, что это, там, подозрение. Но в любом случае, просмотрев, там, телефоны сегодня, я тоже вижу, что очень много телефонов похожих, поэтому все, все может быть. Мы буквально обсуждали с нашей коллегой Анной Поляковой диджитализацию, и как вообще может быть такое, что сайт Государственного бюро расследований сегодня фактически лег на первом голосовании. Если мы идем к тому моменту, что мы будем голосовать через интернет вообще на всех выборах, то сегодня мы уже понимаем, что у нас не скоро это произойдет. Два года назад уже был скандал с выборами в Совет общественного контроля ДБР, и тогда говорили о том, что Совет создан с нарушениями, а его эффективность под вопросом. Знаете ли вы что-то об этом, и, ну, наблюдали ли вы тогда о работе Государственного бюро расследования? К сожалению, нет. К сожалению, тогда я не проявлял того должного внимания этому вопросу. Я слышал о том, что производится набор, происходит конкурс, но про скандал, к сожалению, нет. Знаю немножко, да, изучал ситуацию, еще тогда не участвовал, но, в принципе, многие участники первого созыва, они победили во втором созыве, из-за этого, скорее всего, был какой-то конфликт, их не хотели принимать в сам Совет, оттягивали всяческими способами, в том числе и судебным способом, ну и в результате как бы перегружают полностью. Ситуация в чем? Я не вижу, что Совет тогда был неэффективен. Мое мнение, я там изучал протоколы, смотрел общение, мое мнение, действительно, представители Совета и руководство еще бывшего, там, бывшее руководство ДБР не могли найти там какие-то точки взаимопонимания и всячески друг на друга начинали лить грязь в результате. И хотя, как мне кажется, Совет потом проголосовал за неэффективность ДБР, как бы вынесли этот отчет на комиссию Верховной Раде и так дальше. Ну, скажем, такой уже явный конфликт был, из-за этого вот следующий Совет фактически труба и не подписывал новых членов, потому что, в принципе, практически все, кто там набрал больше голосов, чем я, вот они были там из Первого Совета. Новый порядок формирования Совета общественного контроля при ГБР был подписан в этом году, и он предусматривает не только интернет-голосование, а мы видим уже, что мы не можем проголосовать за Одесситов в том числе, потому что мы призываем всех голосовать за Одесситов, и два участника у нас в студии сегодня, но и дополнительный конкурс — это эссе. 30 кандидатов по рейтингу потом должны написать эссе. Что это за эссе, и для чего вообще? Что это за эссе, никто пока не знает. В порядке, который установил президент, это эссе будет оглашено прямо во время написания. На него дается 90 минут. Фактически сейчас отбирается 30 человек, а потом из 30 останется 15. Ну, таким образом, по моему мнению, они пытаются отсекать тех, которые, возможно, там не совсем кому-то подходят, или еще как-то, да, или может действительно там по каким-то качествам, может быть человек публично известный, но он не может нормально там быть участником Совета, он не может нормально писать, не может там анализировать работу ДБР. Это я предполагаю пока не конкретных фамилий. И поэтому существует еще собеседование, на котором будут задавать вопросы. Ну, с другой стороны, наверное, где-то я даже соглашусь, потому что если есть там человек, за которого голосуют номер телефона, который меняется только одна цифра, да, и постоянно все, ну, действительно есть вопросы, как бы, правда это были обычные люди, неправда. При этом добавили еще фамилию, имя, отчество, паспортные данные, я считаю, конечно, это хорошо. Люди, наоборот, этого боятся, они все, ну, у нас люди напуганные, они не хотят давать паспортные данные. Но, с другой стороны, это действительно показывает, что конкретный человек голосует. Игорь, не кажется ли вам, что вот за таким дополнительным конкурсом, экзаменом, скажем так, что-то кроется? Просто очень интересно, суди кто? Кто это будет оценивать? Насколько я понимаю, на сегодняшний день это никому не известно. И состав этой комиссии нигде не оглашался. И действительно, страшный не факт написания СССР, это совсем не проблема. Интересно, как кто и как это будет оценивать. Я думаю, что, ну, хотя бы, как минимум, было бы неплохо до написания этого СССР, до этого, так сказать, факта собеседования, хотя бы поставить известность о том, кто будет рассматривать и как, по каким критериям будет принимать решение. Не, можно я все-таки отвечу? Действительно, есть люди, которые уже входят в комиссию. И, по моему мнению, вот есть, бывают, члены комиссии чисто-чисто органа. В данном случае, мне кажется, они будут более объективно оценивать кандидата. Почему? Есть некоторые фамилии, которым я доверяю. Это тот же Роман Масалко, который был руководителем Рады громадского контроля при НАБУ достаточно долго. И там у них были целые стычки с Ситником. Ну, на самом деле, такой один из антикоррупционеров и представитель еще антимайдана, но при этом профессиональный достаточно адвокат. Это же Татьяна Казаченко, которая два года была главным люстратором страны. Она, ну, это так грубо звучит, да, но она действительно была руководителем департамента в Министерстве юстиции, который там по вопросам люстрации, который там ввела реестры. То есть люди не чисто системные, правоохранительные, да, когда иногда нам делают картинку. Вот эта комиссия, ну, в принципе, там большинство офицеров в отставке, и они же как бы будут делать то, что скажет им сверху. Почему-то я больше верю, да, и, возможно, я как бы за то, я за конструктив, я против того, когда орган начинает там просто бороться, например, вот Рада громадского контроля начинает просто бороться с директором. То есть и пытается всячески-всячески его там обливать грязью, показывать, что он нарушает, нарушает. Ну, конечно, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны никакого конструктива не будет. Тем более вот этот орган, он достаточно мощный. Почему? Потому что он формирует дисциплинарную комиссию. Дисциплинарную комиссию — это та, которая будет рассматривать жалобы на следователей всего ДБР. И в дисциплинарной комиссии будет всего пять человек, три из которых будет с Совета общественного контроля. Поэтому фактически представители Совета общественного контроля, они будут влиять практически на каждого следователя, на которого будут получать дела там с жалобами. Поэтому, естественно, за этот орган достаточно борются. Да, потому что фактически выборы Совета общественного контроля начались с такого небольшого скандала. И есть многие блогеры, которые уже написали в «Украинской правде» о том, что будут выбирать своих. Если говорить о том, чем занимается ГБР, сегодня расследование против чиновников и чиновников высокого ранга. Вот по вашему делу сегодня мы знаем, что есть привлеченный начальник ГСЧС в Одесской области. Вот насколько вы удовлетворены тем, как проводило расследование ГБР? Вы знаете, я общаюсь со следователем ГБР по Одесской области, который ведет данное дело. Он же ведет дело и опарина. Ну, как бы я сравниваю с другими. Это первый опыт общения со следователем ГБР. Они другие. Они не такие, как следователи в полиции. Соглашусь. Хотя этот следователь, он пришел из полиции, то есть имеет опыт следователя полиции. Собственно говоря, как подавляющее большинство из них. Но тем не менее, либо их учат иначе вести себя с теми, кто к ним приходит, либо это такая природная... Отбор по природной осторожности. Дело в том, что, например, я хочу ознакомиться с материалами дела, которые есть в ГБРе по Федорчуку. Мне не отказывают. Мне не говорят, что мы вам не будем показывать. Но, с другой стороны, мне говорится о том, что это недоречно, это нецелесообразно. Зачем вам на этом этапе? Будет следующий этап. Вы еще успеете. Еще дело сырое. Вы будете знакомиться уже... Я не отказываю. Нет, вы можете. Но у меня нет возможности. У меня много других дел. Вот добавился опарин. Вот других, но кабинет просто завален. Кабинет следовательства просто завален вещдоками. Просто там между вещдоками надо курсировать, проходить. Я не знаю, что там, но он весь завален вещдоками. В мешках, в сумках. Ну, вещдок — это документы. Как правило, это документы. Поэтому создается такое впечатление, что, с одной стороны, ничего не хочу сказать плохого, но говорить о том, что мне идут с распростертыми объятиями и говорят, да вот, пожалуйста, вот вам стол, да вот возьмите, фотографируйте. Или такого тоже нет. На время расследования. Такого тоже нет. Не кажется тебе, Александр, что вот такая разница между следователями ГБР и следователями полиции все-таки связана в их зарплатах. Сегодня мы знаем прекрасно о том, что следователи ГБР получат гораздо больше. Но мы видим и полицию, которая якобы реформировали, реформировали. И у нас скандал за скандалом в каждой области Украины. Давайте так. Мое мнение, я сразу же заметил, что следователи ГБР, они более профессиональные. Они значительно на порядок более профессиональные. При этом лично знаю ряд следователей и знаю, что они туда попали, скажем так, без каких-то связей, возможностей. Я знаю, что у них тестирование было. Попали, да, попали профессионально. Потому что я вижу, как они пишут, я понимаю, как они мыслят. То есть это, знаете, как когда-то смеялись детективы в НАБУ, очень сильно смеялись, даже по этим известным делам, которые у нас в Одессе. Ехали туда, в Киев иногда, и говорят, да, какие-то мальчики непонятные. Да, были какие-то у них сложности, но потом у них задача совсем другая. Они как бы предназначение совсем другое чувствуют. И следователи ДБР тоже. Это же очень важно, да, вот чувствовать эту миссию, как бы. И плюс профессионализм, он добавляет, ну и плюс нормальная, скажем так, зарплата, за которую можно жить, он действительно добавляет того фактора, что они намного лучше. И чем дальше, они будут еще сильнее. Просто есть еще много нюансов, с которыми я даже там не согласен. Ни один же следователь расследует. От следователя зависит еще его процессуальный руководитель, а именно прокурор. Если раньше, и вообще задумывалось, когда еще писался закон, что у ДБР будет процессуальный руководитель и исключительно генеральная прокуратура. Точно так же, как в НАБУ-САП. И у них еще отдельный суд существует, сегодня антикоррупционный. То есть сегодня есть ДБР. Сразу был немножко как бы генеральная прокуратура, но потом каким-то образом областная прокуратура перетянула на себя фактически все процессуальное руководство. И теперь в делах, где фигурируют прокуроры, например, руководят та же областная прокуратура. Естественно, что есть определенные, по моему мнению, есть определенные торможения. При этом в том числе и суд. Сегодня это заводской суд в Николаеве. Было бы абсолютно логично, чтобы, возможно, был отдельный суд, точно так же, как при НАБУ. Или, возможно, дать еще возможность не только заводского суда, а, например, в Одессе, тому же Приморскому и Киевскому суду. Есть ли совет общественного контроля за судами? Есть. Есть. Насколько сегодня доверие есть? Есть, действительно. Но она контролирует не на процессе уже судей, она контролирует фактически при наборе судей в основном. То есть она, когда судья, вот у нас когда был конкурс в Верховный суд, обязательно должен быть выясновок рады доброчестности. И этот выясновок достаточно сложно перебить, если он негативный. Его можно перебить, если я не ошибаюсь, ну, по-моему, две трети членов высшей квалиф комиссии должны его там переголосовать, фактически показать, что они не согласны с этим выясновоком. Но в любом случае, это достаточно на этапе набора судей, это достаточно тоже мощный орган. Единственный вопрос, кто там люди и как правильно проводился конкурс, это было достаточно уже давно. Просто я вот эти дни изучала декларацию не только судей, прокуроров и следователей. Фактически то, что они и не одного года, а несколько последних лет, одну и ту же декларацию, за 17-е, за 18-е и за 19-е. У некоторых появлялись квартиры, но деньги, да, подаренные либо это, они не были никак зарегистрированы. И по каждому судье, прокурору, следователю можно открывать дело в НАБУ. Но у нас сегодня, ну, как-то вот этим никто не занимается. Хотя это в открытом доступе, ты заходишь в тот же НЗК, ты заходишь в декларацию, которую Бигу сделал, где более аналитическая справка, но никто не следит за работой ни прокуроров, ни судей, те же ДБР. Следят. Следят, но не успевают следить за всеми, потому что тех, кто следят, их не так много. И давайте так, общественная работа, она никак не оплачивается. Я считаю, что это правильно. Есть некоторые общественники, которые получают гранты от международных компаний. Ну, возможно, это же с другой стороны работа, и они должны действовать. Но исключительно, если мы берем общественную работу, например, там, участие в органах, она должна быть бесплатной. Если там уже включается работа юристов, например, вот тут, я считаю, она должна оплачиваться. Ну, вот, если говорить все-таки о Государственном бюро расследований, тем более, все-таки, совет общественный, в него, чем, есть ли у вас какие-то сегодня, скажем, чем вы недовольны в работе ГБР? Очень сложно сказать, потому что, естественно, есть очень много нюансов, с которыми я могу быть недоволен. Один из них, действительно, то, что процессуальные руководители, то, что я сказал, перенесены в область, и это фактически тормозит очень много крупных дел. Потому что, если НАБУ может расследовать... В область смысле в Николаевскую? Не, ну, в Одесскую. В Одесскую в том числе. И в Николаевскую, и в Одесскую. Они потом распределились уже между собой, что Одесский у нас Одесский, Николаевский Николаевский. Естественно, то же дело, которое я писал в ГБР по санаторию Чкалова, то, что я нашел, действительно, ну, как по мне, не совсем законные действия. Понятно, что оно тормозилось, возможно, в прокуратуре области, и сегодня процессуальные руководители это дело затребовали, я так понимаю, тоже в ту же прокуратуру области. Ну, кому-то невыгодно, чтобы это дело двигалось. При этом следователь, я пишу запросы, я там хожу на допросы, я прекрасно понимаю, что следователь готов действовать, но он фактически не может. Чего, Игорь, ждете все-таки от ГБР? Какой работа? Вы понимаете, вот я в последнее время слежу за новостями, и при новом руководстве ГБР проявляет очень большую активность. Мне так кажется, что новое руководство действительно влило какую-то новую струю в деятельность этого органа, и исходя из тех новостей, исходя из тех действий, которые мы видим, которые освещаются, я считаю, что этот орган способен, способен даже, скажем, возглавить борьбу с коррупцией в государственных органах. И я так думаю, мне так хочется в это верить, что для этого определенную лепту должен нести и может нести Совет. Ты что ждешь от Совета, да? Может быть, от сотрудничества Совета с ГБР? Знаете, я всегда стараюсь быть конструктивным. Я считаю, что это не работа, когда там они, Совет и Директор просто там дерутся, доказывая, кто главнее. Я бы хотел, искренне хотел, чтобы и Совет был все-таки самостоятельный от Директора, но они сотрудничали, они находили какие-то компромиссы. Не нужно там сразу выходить, кричать и доказывать, что все незаконно. Хотелось бы, чтобы представители Совета и представители руководства ДБР в случае каких-то коллизий садились, находили понятные компромиссы для общественного Совета. И еще очень важно, для общества, еще очень важно, я не хотел бы, чтобы Совет тоже закрылся и был там, как говорится, в Киеве самостоятельно, то, что у нас есть. Да, поэтому у меня идея следующая. В случае, как бы, если, опять же, так карты разложатся, что я еще раз пройду в этот Совет, я изначально говорил, что нет смысла закрываться от всех. То есть в Одессе, при Николаевском ДБР, фактически, в Южном регионе, тоже должен быть Совет общественного контроля за Николаевским ДБР, в том числе и Одесским. Его нужно формировать, ну, думаю, что формально его можно тоже формировать, собирать проблематику, не Совет, который в Киеве должен находить проблематику. Мы здесь знаем, какая проблематика, какие есть следователи, которым есть вопросы, на которых нужно все-таки определенные жалобы написать, какие есть следователи, которых, наоборот, там на них, грубо говоря, там заказы идут. И если этот Совет будет максимально широкий с адекватных общественных организаций, и выносить это будет на наш одесский круглый стол, фактически, с привлечением средств массовой информации, то, в принципе, как бы намного проще будет черпать информацию и передавать ее в Киев. Главное, чтобы действительно этот Совет общественного контроля не был номинальным, а мог и контролировать сам орган, и следователи, и заставлять, быть независимым. Так, скажем так, последний пинок, и заталкивать их работодители. Но очень важно не перестараться, потому что не может Совет влиять на конкретные дела. То есть, в случае, если следователь нарушает закон, в таком случае может, но если следователь не нарушает, Совет и члены Совета не имеют права вникать в само дело. Обычно нарекания от обыкновенных людей это то, что у нас сегодня, и это касается и полиции, в ДВР все-таки это оперативнее, о том, что дела рассматриваются очень долго. Да, есть процессуальное действие, я так понимаю, что это 4 месяца, когда должны расследовать. Все зависит. Да, либо там немножко удлиняют. Но насколько сегодня сами следователи ДВР в состоянии оперативно раскрывать дела? Вы знаете, опять же, по конкретному случаю, по конкретному следователю, я вижу, что загруженность такая делами, что качественного расследования не происходит. Я, например, вижу, что во всяком случае следователи ДВР рассчитывают на работу следователей полиции и, ну, это в том случае, когда это возможно. Ну, вот в нашем случае конкретно следователь ДВР, он по большому счету, ну, мягко говоря, ничего не расследует. Вот. По большому счету он ждет, когда закончатся все экспертизы по делу, назначенными полицией, когда будут допрошены все, будут предоставлены все подозрения, когда уже дело будет полностью сформировано, может быть, даже окончено, тогда он затребует это дело, чтобы предоставили его ДВР в полном объеме, и тогда на основании всего того, что там есть в этом деле, он будет это использовать для расследования своего. Хотя круг лиц, которые находятся под расследованием дела следователем полиции, совсем другой, но случай как бы тот же, поэтому я так понимаю, что следователь ДВР просто хочет воспользоваться результатами труда следствия полиции. Вот. А когда я ему говорю, подождите, вот мы уже две недели назад должны были опросить и признать потерпевшими всех, кто потерпел, является потерпевшим по делу, которое ведется полиции, говорит, ну вы же видите, сколько мне дел добавилось за последние две недели, у меня нет такой, реально нет такой возможности, вот придите и посмотрите, как я работаю, что я не ем, не пью, не сплю, а у меня нет такой возможности, вот я, да, я обещал две недели назад, две недели назад признать потерпевшими всех, кто является потерпевшими по делу расследуемого полиции, но так так и не смог найти это время, я не считаю, что он бездельничает, я так понимаю, что ДБР не может привлечь потерпевшую сторону, это если даже в случае пожара, они могут только чиновникам, да? Нет, может, может, потерпевшими все будут, все, кто является потерпевшим по делу, который расследуется полицией, все, подозреваемые, это уже чиновника, потерпевшего, от как раз чиновников, вот они устанавливают. Могут, да? По срокам? По срокам, когда затягивают? Знаете, это проблема всего государства, то, что у нас очень много, как говорится, головника, бюрократии и всего остального, и даже мы в самом начале начали говорить о диджитализации, диджитализации. Ну, я знаю, как работает у нас электронный суд, электронное судоченство, то есть это не то, что получил там через программу определенные документы, сразу отправил, нет, документ нужно, это приходит документ в суд, его нужно отсканировать, потом загрузить в программу, распечатать на всякий случай, и вот дополнительно только очень много времени занимает персонал. То есть фактически у следователей ДБР дел очень много. Вот скажем так, я как представитель юридического бизнеса, я понимаю, что у адвоката абсолютно нормально, когда 10-15 дел. Очень хорошо, если у него до 5 дел, тогда он может максимально хорошо и качественно отработать, а в принципе затягиваются дела из-за чего, потому что адвокаты иногда не подталкивают следователя. Если адвокат максимально заинтересован, чтобы это дело двигалось, он так бумажками и всех забросает, но это время, то есть адвокатское время сегодня почему-то очень дорогое. Это с одной стороны. С другой стороны, у следователя сегодня, если в нашем случае там 10 до 15, это уже 15-то много, как по мне, то у следователя сегодня от 60, это у наших одесских, 60-100 дел, еще много-много бумаг, которых просто нужно отписать. Вовремя нужно отписаться, потому что кто-то там пишет, а давай еще в ДБР напишу, а вдруг там что-то, ну без доказательств, еще что-то. Они должны реагировать. Поэтому физически они просто не успевают. Они занимаются делами, по которым просто горят сроки, занимаются делами, по которым там адвокаты сидят над головой и пишут жалобы, да, и они понимают, что надо все-таки их двигать. Занимаются делами резонансными, которые, ну, тоже нужно двигать, потому что постоянно журналисты спросят. А все остальные, к сожалению, вот у них лежат, и они часто очень хотят это работать. Но вы же тоже поймите, что прошло, если ты в одном деле максимально погрузился, потом второе, третье, четвертое, вот эти все документы, которые вы говорите, у них лежат, надо обходить, их ты открываешь, и ты уже путаешь. Ты не помнишь, с какого-то, вот того дела, то дело. То есть мы привыкли смотреть хорошие фильмы, когда детектив всю серию расследует одно дело, и, ну, можно расследовать. В нашем случае не так. И будем подводить итоги нашего вопроса. Я следила в течение программы, как голосовали телезрители, и сегодня мы задавали вопрос, нужно ли контролировать работу ГБР, и 70% сказали да, а нет, посчитали 30%, и я думала, что это работники ГБР. Я призываю наших одесситов голосовать за жителей нашего города в совет общественного контроля при ГБР, для того, чтобы мы все с вами качественнее видели работу следователей, для того, чтобы мы могли контролировать и видеть, чем они занимаются. Я с вами сегодня прощаюсь, а встретимся мы с вами уже завтра, и всего доброго, и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова